Привет всем, ребята, и добро пожаловать в новое видео. Не успела я выпустить первый выпуск Teacher Days, как у меня для вас появились новости, которые меняют мою жизнь на ближайшее будущее, на ближайшее время, и с которыми я хочу с вами поделиться. Начнём с того, что я закончила недавно университет Портсмута в Англии по специальности физики, астрофизики, космологии. И закончила я 28 июня, 11 июля у меня был выпускной. Давайте перенесёмся в февраль, когда я подавала на PHD в аспирантуру в Институт космологии и гравитации в Портсмуте, и не смогла туда поступить по каким-то причинам. Из-за того, что я поняла, что окей, я никуда не поступаю в аспирантуру, что же мне делать? Я решила подать на квалификацию учителя, то есть работать в школе учителем средних классов по физике и при этом получать квалификацию учителя, получать qualify teaching status. И у меня получилось попасть на это место, одно место в школе, одной в Солдхэмптоне. Я прошла интервью, всё получилось. Я начинала готовить все документы по поступлению на эту программу. И в общем, два месяца мне пришлось там ходить, собирать документы разные, и всё получилось. И 1 сентября у меня старт. И я вам сняла первую неделю или первые две недели моей учительницкой деятельности. Можете и здесь посмотреть прошлое видео. Но 28 июня я подалась на graduate visa, потому что здесь я была по визе студенческой. Я училась, соответственно, по студенческой визе. Но она у меня истекает 30 сентября, то есть завтра. Но я подалась на новую визу, называется graduate visa или postgraduate visa. Короче, эта виза даётся всем тем, кто закончил университет в Ликобритании по каким-то определённым специальностям, ещё что-то. И всё, что нужно сделать, это просто благополучно закончить университет, и эта виза даёт тебе разрешение находиться в Англии 3-2 года, и при этом можно делать, что хочешь. Можно работать, можно заниматься предпринимательской деятельностью, можно ничего не делать, короче, всё, что хочешь. Сейчас рассматривается виза очень долго. И написано, что виза, моя виза graduate visa, должна была быть рассмотрена в течение 8 недель. Уже 14 недель прошло, или 14 неделя идёт. Я до сих пор не получила свою визу, завтра иссякает моя студенческая виза. Я всё равно здесь могу находиться по C3 leave, по-моему, называется. В общем, если я подала документы на мою новую визу, но всё ещё не получила ответ, даже если моя старая стекла, я могу здесь находиться на условиях моей старой визы, пока не придёт новая, так сказать. Я не думала, что так долго займёт виза. Она у меня должна была быть готова максимум за неделю до начала моей программы. Но она до сих пор ещё не пришла. Это вызвало череду проблем у меня с моим курсом по учителю. Потому что я начала первые 2 недели работать и HR. HR мне сказали, что у тебя на прошлой визе стоит, что ты можешь работать максимум 20 часов в неделю во время учёбы. Но сейчас как бы, хоть ты и закончил университет, но сейчас как бы академический год идёт, поэтому, чтобы не нарушать ничего, на всякий случай работать 20 часов. Я говорю, окей, значит, прихожу я в школу только, когда я учу уроки или наблюдаю за уроками, и всё остальное время я иду домой. Прошло так 2 недели, визы до сих пор нет. И потом мы запросили там какой-то, чтобы индивидуально рассмотрели мою ситуацию в home office, и прислали и сказали, что всё, можно работать на полную вставку, что, в принципе, так и должно быть, я могу работать на полную вставку сейчас, так как я закончила уже университет. Думаю, класс, всё, всё разрешилось, это был четверг. В пятницу у меня был день в университете Рейдинга, где я получаю вот эту вот Postgraduate Certificate of Education, BGCE. И мне после этого звонит директор нашей программы и говорит, если до вторника не придёт твоя виза, мы не сможем тебя принять на нашу программу. Что же мне делать? Как неожиданно всё так получилось. По сути, мне оставалось только пятница и понедельник, чтобы получить свою визу, но понедельник у нас был bank holiday, потому что были похороны Елизаветы II, королевы, и это был выходной день. Поэтому, по идее, мне не оставалось ни одного дня, чтобы получить мою визу. Это практически было невозможно. Ну, что вы думаете, это оказалось невозможным? Моя виза до сих пор не пришла. И пока все эти три больших длинных выходных, я пыталась понять, что происходит, почему всё именно так происходит у меня, когда же всё это успокоится, с февраля уже всё... У меня уже, как бы, моё ментальное здоровье совсем ниже плинтуса опустилось, что же мне делать через слёзы, через обиду, через какие-то там есть стадии отрицания. Я решила загуглить и посмотреть на всякий случай JOBS. Короче, JOBS – работы в Великобритании преподавателем. И я смотрела именно на COLLEGE – работы в колледжах. Почему? Потому что в колледжах... Чтобы преподавать в колледже – это по-русски 10-11 класс, то есть два года перед университетом получения A-level. Там не нужно мне иметь QTS – qualified teaching status. Мне нужно иметь QTS только чтобы преподавать в средней младшей школе, а чтобы вот в 10-11 – это мне не нужно, поэтому я смотрела на эти вакансии. И я подалась на несколько вакансий, то есть там лектор по математике в Eastleigh College, потом лектор еще по математике в Southampton City College и лектор по физике в колледже при университете Southampton. Вот. Подалась и очень забыла. У нескольких там вакансий был буквально один день до дедлайна. Я подалась, и все. В понедельник, естественно, выходной, во вторник я говорю, что «Окей, у меня виза не пришла, что же мне делать?» Я пришла в школу, и я думаю, что я вообще домой, мне идти не идти, остаюсь я тут или нет. Вечером мне приходит имейл от школы и говорят, что «А, тут на самом деле нужно до 28 сентября, чтобы тебе пришла виза, чтобы мы смогли тебя принять на программу. Проблема в том, что я, да, я могу работать на полную ставку, но им нужно согласовать мою зарплату с отделом Министерства образования, Department of Education, и они не могут меня принять, если у меня нет визы». Здорово, у меня теперь есть еще одна неделя, чтобы подождать и попробовать получить мою визу. И я, кстати, вам записала в Телеграме, и подписывайтесь на мой Телеграм-канал, там я обычно говорю о всех своих новостях и все, что происходит в моей жизни подробно, так что подписывайтесь на Телеграм-канал, и я записала вот эти вот кружочки. В общем, у меня для вас есть еще некоторые новости, это то, что я больше не учитель, я больше не хожу в школу, и все потому, что я до сих пор жду свою визу, на которую я подала еще 28 июня, уже прошло около 13 недель, я до сих пор ее жду. Я не знаю, что происходит, начиная с февраля, потому что у меня реально меняется моя жизнь каждый день. Я ничего не могу предугадывать, я не могу на YouTube выложить видео, что я поступила за дата, я это буду делать в следующий год. Нет, потому что я даже когда я поступила, когда я уже работаю, может все пойти вообще не по плану, как получилось с учебой, с учителем. Мне буквально вчера сказали, что если не придет виза до конца вечера, мы не сможем тебя взять на курс. Замечательно, я что буду делать? Как мне зарплату получать, как мне платить тут за коммуналку и все такое, да? Короче, и буквально через 10 минут после того, как я это сделала, мне звонит директор вот этой программы в университете Солдхэмптона Кольцкая, говорит, мы хотим тебя пригласить на интервью. Завтра, утром, в 9 утра сможешь? Я думаю, да, смогу, хорошо. И мне нужно было буквально за несколько часов подготовить презентацию по уроку Gravitational Fields, гравитационные поля, и план урока. Вот, я до 11 вечера сидела, все это делала. В 9 утра у меня было интервью на полтора часа, там, где я делала свой урок, потом мы обсуждали мой план урока, вот это все. И говорят, что окей, мы сегодня интервьюируем еще несколько, собеседуем еще несколько кандидатов, и мы вам в пятницу дадим знать. Я до сих пор в школе, иногда бываю, потому что я не знаю до сих пор, что мне еще делать, вроде ходить, вроде не ходить. Вот, всю пятницу, вместо того, чтобы фокусироваться на учебе, на школе, я просто постоянно проверяла имейл, пришло ли мне, ну, ответ, что меня приняли, не приняли. И я подумала, что так как мне не прислали уже, в принципе, до обеда, мне кажется, что меня просто не выбрали, и что, окей, забудем про это все, и, скорее всего, выбрали другого. Но после школы я пошла в Азду, в магазин, покупать там все, еду покупать, продукты покупать. И мне звонят и говорят, здравствуйте, добрый день. Нам очень понравилось, как вы преподавали, и хотим пригласить вас в нашу команду быть лектором по физике. И я думаю, что происходит? Оказывается, что им я понравилась, и они хотят меня пригласить к ним на работу. И говорят, что нам очень срочно нужен человек уже выйти в следующий четверг, то есть сегодня. И я думаю, окей, да, без проблем. Я написала в школе, говорю, что, ребят, я не хочу рисковать, что моя виза не придет, поэтому я просто предлагаю перенести мой курс, мою учебу на следующий год. На следующем году у меня, скорее всего, будет уже виза, так что уже проблем с этим не будет. Они мне перенесли мою заявку на следующий год. И, значит, в понедельник мне присылают, в этот понедельник мне присылают уже контракт, все подписывать, ознакомиться с этим. Вот, я думаю, как вообще повезло, что все случается по причине, там, everything happens for a reason. И вот это вот прям, это то, что я всегда, в принципе, хотела. Я хотела, моя идеальная, так сказать, жизнь, это быть лектором в университете, где там, например, половина моего времени я преподаю, а половина я исследую, делаю исследование, research по астрофизике, так сказать. А вот, а здесь это программа, в общем, on campus, это foundation year. Foundation year — это для международных студентов, которые приезжают в Великобританию, и, возможно, у них оценки не дотягивают, или квалификация не та, или, например, даже вот из России, если вы хотите учиться в Великобритании, то обычно советуют после 11 класса делать вот этот foundation year, и потом вам гарантировано поступление в университет. Вот, и вот это вот on campus, это идёт от Cambridge Education Group, там они есть и в Париже, в Амстердаме, в Лондоне, в Султхэмптоне, где-то там ещё в Англии, потом два в Америке ещё есть. Вот, и они как раз-таки уровень как бы A-level, это как бы 11 класс я обучаю, но при университете Султхэмптона. Вот, и поэтому я... Можно сказать, что это типа как первый год университета я буду лектором по физике. Короче, это просто идеально для меня, я думаю, всё, класс, вот это то, что я хотела, и зарплата там лучше, и часы там, ну, более расслабленные, и нету там подростков, извините, все, кто меня сейчас смотрит в школу, хоть в школу, но иногда очень тяжело контролировать ваше поведение, и вместо того, чтобы учить, приходится просто нянчить детей. Ну, короче, это идеальная позиция для меня. И, значит, во вторник я отсылаю все документы, я отослала паспортом, мою визу, всё-всё-всё, и мне пишут, слушайте, а у вас виза 30 сентября заканчивается, мы не сможем вас принять, я думаю. Когда же это всё закончится? Вот, потом я начинаю оговориться, HR говорю, что, в принципе, скидываем ссылку, что, смотрите, ребят, на сайте государства написано, что, если я закончила университет и подалась на визу, я могу работать, пока я жду ответ, хоть моя виза уже просрочена. Они говорят, да-да-да, окей. Тогда всё, что нам нужно сделать, это просто запросить вот этот вот right-to-work check из министерства там какого-то, и она обычно 5 рабочих дней идёт. Это значит, что вместо того, чтобы начать сегодня, в четверг, как минимум, я начну во вторник. Это если всё придёт вовремя. И вот такие вот дела. Вот такая вот история о том, как я перешла от учителя физики, от средней школы до вот такой поворот событий, такой поворот жизни, о которой я вообще даже не думала, что у меня будет. Поэтому начинаю я во вторник. Локация, она находится прямо в центре Солдхэмптона, так что мне дадут 5 минут на автобусе ехать очень близко. Находится прямо рядом с парком красивым. И я буду обучать, по-моему, три класса по физике и один класс математики. Я подробнее расскажу, что конкретно я по физике обучаю, что конкретно по тематике, это уровень первый год университета. И буду вам показывать, что там будет происходить. Но пока я точно не выложу видео о том, что я там работаю, давайте пока не загадывать, что я там буду работать, потому что придёт моё разрешение на работу в понедельник. я надеюсь, что оно будет позитивное, потому что положительное, потому что я не вижу причины, почему бы оно было отрицательным. Но сейчас уже тяжело что-то загадывать, поэтому вот такие вот дела. спасибо, что посмотрели вот это сумбурное видео-апдейт, потому что мне нужно было этим с вами поделиться, чтобы вы были в курсе дела. И напишите в комментариях, если хотите увидеть видео о моём месяце в школе, о моих впечатлениях в образовании в Англии, и о, возможно, каких-то вопросах о моей новой работе, и что же я буду, надеюсь, делать на следующей неделе. Спасибо, что посмотрели это видео, и увидимся с вами в следующем. Пока!